Великий Новгород. Ранее назывался Новгородом до 1999 года. Центр Новгородской области, город воинской славы России и считается один из древнейших городов России. Упор на Россию ведут почему-то с призвания варягов, которые 862 год крайне недостоверны. Это летопись, которую используют как первоисточник, и она практически все врет, но где-то начиная с 1000 года, ниже там все. То есть год совершенно недостоверен, возможно никого из этих людей вообще не было. Более-менее там что-то в X веке некоторые люди подтверждаются, такие как Ольга, византийскими летописями, ну вот и максимум. Относительно IX века ни черта там вообще не подтверждается. В X век более-менее достоверность какая-то там появляется. Ну ладно, сейчас это маленький город сравнительно, 223 тысячи человек, областной центр России. И первое упоминание под 859 годом, ну вот в недостоверных в этих летописях. Ну возможно упоминается даже у годского историка Иордана с VI веки, как называется Новиэтун. Ну так или иначе, уверенно с XII века город существует, и тогда же он уже называется Великий Новгород. Ну там различные были версии, Новиград, Новгород, там что-то и так далее. Так как был новгородский язык, и он интерпретировался московитами по-разному. Великий Новгород – это официальное название в Новгородской республике. Вот по указу Ельцина в 1999 году оно восстановлено. Также в 90-е годы активно восстанавливались древние названия улиц, то есть те, которые были при Новгородской республике. Определенный такой тренд был в эту сторону, но сейчас он, кажется, заглох. Географически Великий Новгород расположен на реке Волхов, 6 километров от озера Ильмень, это низменность, то есть каких-то там крупных в черте города гор и так далее не существует. Часовая зона московская, климат умеренно-континентальный, зима сравнительно тёплая, минус 9 средняя температура, это тёплая считается для северных ребят. Ну, то есть такой, в общем, даже мягче, чем московский, потому что это ближе к Питеру, и там море смягчает. Зима примерно с середины ноября по начало апреля, иногда там бывают заморские, ну, в заморске там минус 15, то есть тоже лёгкие очень. Снежный покров тает примерно в начале апреля, вот в апреле уже положительная температура устанавливается, ну, примерно вот как в Воронеже, где я живу сейчас. Лето там, тем не менее, тоже достаточно холодное, не жаркое, плюс 17 средняя температура июля, ну, и там достаточно влажно, так как район, в общем-то, таёжный. Экологически неблагоприятная зона, там химический комбинат. При советской ещё власти основная часть загрязнения была от химкомбината, но сейчас там ещё много машин, всё-таки автомобилизация продолжается, кредиты, всё такое, и сейчас основные сгрязнения от выбросов от автотранспорта. Но химкомбинат, конечно, добавляет. Ну, соответственно, какая там картина по всякой отраве в воздухе. Диоксид азота, оксид углерода, фенол, пыль, вот это вот всё. Волхов тоже загрязнённая река, прям официально так квалифицируется. Медь, марганец, железо, и когда она очистится, непонятно. Органические вещества тоже. То есть Волхов загрязнён, и воздух там тоже плохой, точно. Исторически. Ну, опять же, ссылаюсь, тут есть исторический цикл, где довольно много про Новгород, особенно в средневековые времена всякие, во времена борьбы Новгорода с Московией, про это я уже подробно рассказывал. Первые поселения были ещё во времена неолита на этом месте, где-то четвёртое тысячелетие до нашей эры. Этнически. Во времена складывания новгородцев как национальности там были славяне, финно-угры и балты. То есть генетически новгородцы не являются чистыми славянами, хотя язык у них, конечно, славянский, и даже скорее западнославянский. Обзор новгородского языка по Залезняку у меня тут есть полностью на канале. Клип есть «Новгородский язык», кстати, довольно популярный, там много дискуссий между ватниками и здравыми людьми. Ну, так вот, значит, язык новгородский, да, славянский, даже довольно такой древний славянский. Однако генетически это смесь балтов, финно-угров и славян. Когда они пошли уже дальше туда, в Поморье туда, в Архангельск, там уже практически одни финно-угры. То есть славянской крови там почти нет. Одно из нас, значит, скандинавское название города – Хольмгард. Хольмгард – это значит «затопляемые деревни». То есть, возможно, это всё ещё периодически затоплялось в те времена, когда там Скандинавы появились. Официальная дата, когда упоминается в Никоневской летописи – 859 год. Но, как я уже говорю, Никоневская летопись составлена в XVI веке, и сведения летописей ранее 1000 года все очень недостоверны. Поэтому непонятно, когда основали. Ну, где-то точно он был, вот как раз во времена формирования Киевской Руси, в IX веке точно в IX-X был, и князья первые киевские соперничали. То есть, и часто страна разделялась, там один князь в Новгороде, другой в Киеве. Но об этом рассказывал. Что касается самого Новгорода, он сразу формировался вот как концы, то есть отдельные районы, которые к тому же постоянно соперничали, и также соперничала Софиевская сторона, вот где Кремль, и торговая. Вплоть до того, что они периодически дрались, и Веча постоянно разруливала конфликты между двумя основными группировками территориальными. И, соответственно, делились они еще на все перечисленные тут концы. Словенский конец такой наиболее сильный был, Плотницкий конец, Неревский, Загородский и Людин конец. А вот то, что там никаким концам не поджит, это крепость Детинец. Вот эта структура Новгорода во времена уже республики. Территориально включали часть Прибалтики, часть Карелии, юг Финляндии, Ладогу, Северную Двину и вплоть до Урала. Ну, включали, как она числилась. За Новгородом реально они там присутствовали больше как торговые фактории. Вполне вероятно, что они таким образом и до Сибири доходили, тем более в X веке уже в Сибири обнаружили славянские поселения. Ну, они там, видимо, не закреплялись. То есть, они, так сказать, торговали, там временные какие-то торговые поселения. Новгород основывал. Ну, возможно, некоторые сибирские города, потом Москва, которая своими объявила, таких мангазей, они, возможно, еще новгородские. Общее население в XIII веке, во времена нашествия монголо-татар, 20-30 тысяч человек у Новгорода. Но это серьезно для средних веков, хотя с нашей точки зрения маленький город. Новгород вообще-то входил также в Ганзейский союз. То есть, он юридически, с одной стороны, он как бы находился под покровительством владимирских князей, хотя их новгородцы сами там решали, с каким князем дела иметь. А с другой стороны, он юридически входил в Германию, потому что Ганзейский союз – это Северо-Германский союз. Первый договор с немецкими городами – это 1198 год еще. То есть, это XII век, 1198 год. Там имеются Готский двор, Немецкий двор, это дворы иноземных купцов, которые там селились, и даже была католическая церковь там. Ну, я рассказывал подробно, как воевали с Московией, хотели войти в Польшу, вообще говоря, в этот период, в XV веке. В Польшу не вошли, Московия завоевала. Ну и, кстати, Московия сразу выбросила и немцев. Вот эту всю Ганзу Иван III и прекратил, потому что он хотел построить закрытое авторитарное православное государство по типу Северной Кореи, теперешней. Ну, ему было проще это сделать, потому что современных коммуникаций не было. Новгород, несмотря на погром московский, разрыв отношений с Германией, все-таки оставался крупным торговым центром в Москве, потому что, ну, все равно на севере они вели и торговлю, и вывозили какое-то сырье оттуда. Однако, московиты его сильно не любили. В Новгороде устроили еще опричный погром. Уже город был где-то в 100 лет уже под Москвой, все равно они не доверяли. И Иван Грозный устроил там геноцид в Новгороде, по всей видимости убив тоже большую часть населения. Вот в связи с тем, что постоянно сами московские документы, они рассказывают о том, что в Новгороде практически всех поубивали там и в окрестностях заселили московитов, непонятно, насколько этнос новгородцы там сохранился. Конечно, на 15 век ни в коем случае это не русские, это отдельный народ новгородцы, которых покорили московиты. Вот сохранился ли этот народ, непонятно. Диалект, пока Московия не уничтожила все диалекты в 20 веке, диалект там был северный. Вот новгородский язык, он сохранялся, трансформировался до 19 века. Однако с 20 века все диалекты уничтожили то, что там сейчас это региолект. То есть это какие-то остатки новгородского языка там в речи старых жителей. Сейчас фактически, конечно, все они перешли на русский. Но это произошло недавно. А вот сохранился ли у них этнос, я не знаю, наверное, сам новгородцам самим решать. Подробно вопрос я не изучал. Ну, потом была еще шведская оккупация, которой тоже сожгли половину города шведы. То есть периодически там полностью всех вырезали во время очередных событий. После смуты опять завоевала Москва, там происходили регулярные бунты. И кончилось тем, что там все пошли в староверы в 17 веке. Там был крупнейший центр сопротивления вот этого старобрядческого. Типа, вот чем бы, так сказать, от Москвы не отличаться, все пойдет. Северная война привела к тому, что столицу перенесли в Санкт-Петербург. И весь центр торговли на севере тоже весь в Санкт-Петербург. Причем это принудительно делал Петр I, запрещая там торговлю в Архангельске, переводя всяких мастеров из Новгорода в Санкт-Петербург и так далее. В 1727 году образовали Новгородскую губернию, но город совершенно превратился в провинциальный, никакой уже роли в России точно не играл. Вся вот эта бурная история прекратилась, это был тихий совершенно город, это уже не исторический. Ну и хорошо, потому что когда был исторический, там все время войны шли. Ну его перестраивали уже под русский классицизм, как Екатерина там делала все просвещение, так сказать, планировку регулярную наводили. Потом там военные поселения завели. В начале 19 века никакой промышленности не было, в основном военные, поэтому туда часто ссылали, например, Герцена в Новгород, потому что город военный, никого нет, он там мутить не будет, решили власти. В 1862 году дату Тысячелетия Российского государства назначили на 862 год, хотя она непонятная, и поскольку вроде как Варягов призвали в 862 году, и династия Романовых так или иначе оттуда что-то тоже велась, хотя они на самом деле нифига не Рюриковичи, ну ладно. Ну вот устроили там, короче, патриотическое шоу Тысячелетия Российского государства, именно в Новгороде, и там построили памятник Тысячелетию России, и приехал император Александр II, и вот это 1862 год, как раз сейчас по хроникам 60-е годы. Помимо всех этих реформ, они продолжали поддерживать всякие имперские шоу псевдоисторические. 1871 год построили железную дорогу, но, кстати, когда построили дорогу Петербург-Москва мимо Новгорода, это окончательно Новгород убило, потому что раньше хоть там еще торговый был, как бы, переход из Москвы в Петербург, и потом и этого не стало. Ветку кинули только 1871 год. Во время революции тоже было тихо, гражданской войны не было, город маленький. Потом включили в Ленинградскую область, Киров относился просто к райцентру, то есть Новгородчино считалось вообще сельским районом, никакой промышленности, и туда высылали из Ленинграда всяких алкашей. Вот в Ленинградской области считали, что это сельский райцентр в Новгороде. Ничего не еще там особенного, но старые церкви стоят. В Великую Вторую мировую войну оккупировали немцы и испанцы. Там была испанская голубая дивизия, ну и, соответственно, ущерб там нанесли всяческим памятникам, разрушили те предприятия, которые были. Хотя там трудно все церкви, это Новгород практически одни церкви, все там трудно уничтожить, даже фашистам. Но уничтожили довольно много. Потом кое-какие восстановили немцы. После того, как 20 января 1944 года советские войска вступили, там проводился, кстати, процесс над нацистскими преступниками в 1947 году, начали восстанавливать. Ну и как раз после всего этого образовали Новгородскую область. Новгород стал областным центром. Это ускорило его восстановление. То есть это просто не райцентр уже был какой-то мелкий, а уже был областной центр, там была администрация. Его включили в число городов, которые подлежали первоочередному восстановлению после Второй мировой. Восстановили памятник тысячелетия России. И всю эту романовскую пропаганду про тысячелет России, конечно, пристали и не продолжали. Хотя трудно, особенно уж советское государство, связывать с таким государством, как Киевская Русь. Но об этом я много говорил. Ну ладно. Значит, как раз, когда восстанавливали город, там было много свободных площадей, пустырей, завалы все. И как раз началась снова там археология. В частности, обнаружили берестяные грамоты как раз во время восстановления города. Это 1951 год. Потом начались интенсивные экспедиции. Обнаружили древнейшую книгу Руси и Новгородский кодекс. Это помогало, на самом деле, реконструкции новгородской культуры, языка. Город постепенно превратился в центр туризма СССР, потом международного туризма. Начали индустриализацию. Поставили новгородский химический комбинат и завод, который делал телевизоры. Телевизоры все советские ранние, делались в Новгороде. Ну и, естественно, при Хрущеве начали строить те самые его любимые микрорайоны, все хрущевские, с многоэтажной застройкой. И прибрежную продолжили. В 1992 году ЮНЕСКО признало исторические памятники Новгорода всемирным наследием. То есть сейчас это всемирное наследие Новгорода. Балдайский клуб в нулевые годы был победителем конкурса «Самый благоустроенный город России». Присвоили звание «Город воинской славы». Входят туристические маршруты, серебряные ожерелья России, как внутрироссийские, так они были и международные. Численность населения, ну, стандартная ситуация, то есть рост в советский период, резкое падение во Вторую мировую, оккупация, война и так далее. Потом дальше он все время растет, процветает, потом, естественно, 91-й год стабилизируется и дальше не растет. Немножко падал, немножко восстанавливался, но в целом вот текущая цифра, сколько, 224-223 тысячи. Ну, в советский период было 235, то есть немножко упало, но так не сильно. Идет депопуляция не черноземья, но, видимо, Новгород компенсируется, что мигранты там, деревни и так далее. Экономически растет, все нулевые и десятые до сих пор растет. В 1993-м включили в новый Ганзейский союз, такую вот торгово-экономическую организацию создали, пытаясь возродить традиции Ганзы, да. То есть северно-германский, по сути, этот Ганзейский союз, но входили туда Рига и Новгород. Вот там было бюро экономической Ганзы для сотрудничества всего этого Ганзейского союза. Однако понятно, что в 2022-м году все российские города из Ганзейского союза выбросили. Это понятно, что шла у нас глобализация, теперь у нас черт знает что. Второй год. Ну и, в общем-то, и не только второй. Второй год это усилилось. Промышленность все-таки преобладает химическое производство. Почему, собственно, загрязнение? 52% всего химического производства в городе химическое. То есть химкомбинат там, в общем, лидирует. Телевизоров больше не делают. Раньше еще делали телевизоры, сейчас не делают. Остались мощности эти электронные промышленности, но не делают телевизоров. Поэтому в основном сейчас химия. Также есть производство пищевых продуктов, производство бумаги. Крупные предприятия Power Acron, это вот химическое. Потом Новгородский металлургический завод там имеется. Остатки промышленности электронной, это квант и так далее. Такой-то Монделис, Русь еще есть, сплав и прочие предприятия. Средняя заработная плата 44 тысячи рублей. Ну, вроде как для России средняя действительно заработная плата. Примерно средний город по богатству, типичный для России. Транспортный узел, федеральная магистраль Москва-Санкт-Петербург, теперь проходит через Новгород автодорога. И на Псков еще есть, и на Лугу. Все больше транспорта, поэтому разгружают. Построили объездную дорогу, мосты строят. Вот 2016 год новый мост построили. Автотранспорт растет, поэтому пробки и все такое. Есть общественный транспорт, автобусы, троллейбусы. Три железнодорожные станции Новгород-на-Волхове, предузловая Павловская и Новгород-Лужский. Был ранее аэропорт Юрьева, теперь закрыли. Но в ряде городов, да, без аэропортов остались. Я рассказывал уже, что кое-какие аэропорты у нас полностью загибались, закрывались и не могут восстановить. Вот, есть проект переделки военного аэродрома Кречевицы, чтобы все-таки в Новгороде был аэропорт. Архитектура, вот, собственно, как туристический центр, он известен архитектурой, конечно. Там четыре уровня. Во-первых, собственно, Древний Новгород, то есть архитектура времен Новгородской республики, она там присутствует в порядочном количестве. Потом архитектура времен империи, архитектура советская и постсоветская. Архитектура Древнего Новгорода сначала, вот, по концам она как бы была. Сначала вообще там просто усадьбы были, улицы постепенно формировались, были усадьбы, между ними пустыри, и потом постепенно застраивалось. Центральная крепость Новгородский Детиниц с 1044 года. Потом по окружности есть еще окольный город, то есть оборонительные сооружения Древнего Новгорода. Уже примерно 1050 год построен Софийский собор. Вот Софийский собор и Детиниц, они как бы формировали монументальный центр города, их было отовсюду видно, вот это в центре было. Но по периметру они все строили интенсивно очень храмы. Храмов очень много. Вот в годы вечевой этой республики там расцвет зодчества, складывается новгородская архитектурная школа, и там определенного типа вот такой маленький однокопольный храм, расписанный фресками. Везде строится и довольно много. Каждая там купеческая гильдия ставила свой храм, чтобы они вот там... Нам корпорации были развиты всякие в Новгороде, группа ремесленников там. Вот они все каждый свой храм делали, чтобы только в свой храм ходить, чтобы свой поп был у них вот для какого-то такой группировки каких-нибудь купцов. Тем не менее, каменными были только церкви, а так все довольно часто горело. Пожары часто проходили. Были улицы мощеные, был даже водопровод деревянный. Про Новгород в 15 веке сообщают, что полностью был такой единый архитектурный комплекс, очень много церквей, бесчисленные все эти монастыри. И, видимо, выглядел внушительно для тех, кто туда приезжал, как богатый такой торговый город, весь застроенный церквями-монастырями. При Москве перестроили Новгородский Кремль, чтобы была крепость именно московского типа. Продолжали, впрочем, строить там храмы, московские князья. Потом все это дело заглохло, и когда уже пошла империя российская нового типа, постпетровская, там строили уже в духе русского классицизма. Причем это не всегда вписывалось. Мы строили в основном дворцы. То есть, если при феодальной этой республике Новгородской ставили церкви, то при царизме, таком развитом в 18-19 веке, там ставили в основном административные здания в стиле русского классицизма. Опять же, был центр Новгородской губернии, поэтому строили административные всякие штуки. Ну, Санкт-Петербургская застава, допустим, памятник классицизма. Здание дворянского собрания. Ну, и примерно вот к этому всему примыкает известный памятник тысячелетия России. В советский период поставили памятник Ленина на Софийской площади, которая называлась площадь 9 января. Церкви не сносили, потому что в Новгороде они старые были, но зато, в общем-то, как бы портили. Когда начали восстанавливать после Второй мировой, они как-то хаотически делали. То есть, конечно, они пытались, чтобы как-то сохранилось своеобразие города, потому что они уже понимали, что это исторический памятник, весь город в целом. Часть новых зданий они построили, стилизируя под древнерусское изотчество, другие почему-то под ренессанс, у них там странные ассоциации у совков были, почему-то им казалось, что это итальянский ренессанс, хотя это ни туда, ни сюда. Некоторые строили под русский классицизм, потому что там были тоже под классицизм при царизме дома. И в целом несколько хаотично все это получилось. Ну, а потом уже после восстановления города, при Хрущеве, при Брежневе, просто была типовая застройка, и такие типовые кварталы там тоже есть. Они там как-то выбиваются из города, потому что в основном город старый, такой церковный. И стоят хрущевки, и вот как-то тоже все не гармонирует, говорят. Археологические раскопки с 1804 года еще ведутся, но не систематически. Систематически это вот с 50-х годов, и сейчас они продолжаются. Допустим, в 2020 год была реконструкция Софийской набережной, и нашли клад монет 16-18 века, 1500 монет. С точки зрения культуры и искусства, естественно, драм-театр есть. Потом есть новгородский театр для детей и молодежи, малый театр. Новгородская областная филармония – центр всевозможных музыкальных фестивалей. Допустим, есть фестиваль «Русская музыка», концерты и так далее. Музеи. Ну вот все базовые церкви и строения новгородского периода, они все считаются новгородским музей-заповедником. То есть как бы это музей, который по всему городу разбросан. Есть главное здание музея, там экспонаты и все такое. Есть там Софийский собор тоже входит в этот музей, горновитая палата и так далее. Кроме этого гигантского музея, вот большей частью из церквей состоящего, имеется музей деревянного народного творчества, витославицы, государственный музей художественной культуры новгородской земли, музейный цех фарфора и так далее. Есть новгородский центр современного искусства. С точки зрения массовой информации ГТРК «Славия» и также новгородское областное телевидение. Газеты «Новгород», «Новгородские ведомости», «Волхов», «Вечевой центр». Местный университет только один – Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. Остальное там филиалы, большей частью санкт-петербургских вузов. РПЦ из религии господствует, и 9 храмов, по большей части, исторических работают. Софийский кафедральный собор работает как действующий храм РПЦ. Это древнейший храм, вообще построенный на территории России. Так что там оно все еще работает. Потом там имеются две староверческие церкви. Вообще-то там исторически староверов всегда много было в Новгороде. Древнеправославная Поморская церковь имеет там храмы. И Русская Православная Старообрядческая церковь, тоже староверческая, тоже имеет там храм. Католики были еще со времен немцев. С 90-х годов возрождаются. Имеют там тоже церковь. Баптисты тоже имеют в Новгороде. Даже построили храм такой, прям кафедральный храм баптистов. Уже стилизованный под европейские какой-нибудь, под лютеранские храмы, по сути. Мусульмане есть, но в основном это мигранты. И мечети у мусульман там нет. Где-то они там собираются в арендованной квартире. И ведутся споры, чтобы построить в Великом Новгороде мечеть. Но так они построили. Продолжение следует...